Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео я попробую выбить нового Бравлера Эша из ящиков, не имея Бравл Пасс. Ну а перед началом хочу пригласить вас в свой клуб Дарк Мастерс. Сейчас вход открыт, начиная от 27 тысяч кубков. Если у вас нет постоянного клуба, хотите найти хороших тиммейтов, тащить с ними силовой, либо просто играть в глобали, то обязательно залетайте. Тег есть на экране и в описании к этому ролику. Ну а мы погнали открывать. В этом сезоне я не стала покупать Бравл Пасс, потому что в кои-то веки я решила купить себе скины за гемы. Это скин Лампа Сэнди, который появился, кстати, уже не так уж недавно. Уже некоторое время он есть в Бравле. И второй скинчик, который я забрала себе, был на Барли. Как раз скин в этом сезоне. Сейчас найдем Барли. Вот он, рыцарь и единорог Барли. Мне они очень понравились, и про Сэнди я думала еще с прошлого сезона. Сейчас как раз по скидке Лампа. Ну а этот скин, в принципе, недорогой. Он стоил 79 гемов, но мне кажется, те эффекты, которые у него есть, они действительно оправдывают эту стоимость. И заодно мы можем сейчас с вами зайти в магазин. Я специально не забирала скинчик на Байрона из силовой лиги, поэтому давайте его сейчас прикупим. Почему бы и нет? Ну смотрите, какой прикольный скинчик. Кстати, напишите в комментариях, есть ли он у вас уже или еще пока не дошли до него. Ну а мы с вами покупаем. Ну-ка, 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 отлично. Скинчик у нас теперь получен. Блин, у меня теперь стало не так много розовых, не так много старпоинтов. Ну ладно, 170 тысяч, я думаю, что мне хватит. Будем надеяться, что мне хватит. Ну что, у меня есть достаточно много наград. Есть путь славы, да, здесь тоже не забирала я. В этом сезоне я уже добралась до Эша, поэтому могу его попытаться выбить. И еще получается в прошлом сезоне у меня накоплены очки, накоплены какие-то ящики и тоже в конце целая куча. Поэтому я очень надеюсь, что сейчас смогу без правил пасса забрать себе Эша чисто из ящика. Давайте, наверное, очки пока мы трогать не будем. Постараемся начать с сундуков, с ящиков, да, и очки потом оставим. Если мы выбьем Эша, а я надеюсь, что мы его выпьем, то прямо отсюда будем брать очки. Так что погнали, начнем тогда с самого первого. Вроде бы это он. Ну, конечно, из маленьких ящиков я не особо на что-то надеюсь, хотя всякое бывает, поэтому загадывать не буду. Вот мегаящик мне больше симпатизирует, хотя тут пока что тоже ничего нету. Ладно, не будем загадывать, в общем, давайте просто смотреть, просто открывать. Потому что у меня были разные, на самом деле, открытия. Чаще всего мне ничего не падало, но иногда бывали такие, когда я особо даже и не верила, но потом бац, и что-то прям сразу моментально дропалось. Это просто изи. Просто изи. Вот кто посчитал, с какого ящика я открыла? Мне кажется, до десятки даже не дошло. Вообще изи. У меня нет бравл пасса. У меня просто огромное количество наград, которые скоплены в этом сезоне и в том еще. В основном, конечно, в том. И буквально вот, не знаю, с какого, восьмого, девятого ящика максимум, наверное. Самое легкое, мне кажется, открытие, которое вообще было. Ну что, супер. Все, Эш у нас есть. Теперь давайте забираем на него очки, как я и говорила. Даже самое главное, это вовремя его прокачать, для того, чтобы мы могли искать на него пассивочку, пассивочку и гаджет. Сейчас пока просто накидываем очки. Так, где у нас еще они? Вот еще вижу. Давайте тоже забираем. Потому что, когда у нас все прокачается по Эшу, то тогда уже очки у нас будут превращаться в ящики. Поэтому сейчас забираем. Забираем, забираем. О, все, у нас уже золото. Отлично. Значит, у нас уже, получается, приобретено. Что это было? Ничего себе. Только что исчезла акция. Получается, мы уже прокачали его, да? Нам хватает. Отлично, нам хватает очков. Давайте мы сейчас его апнем. Получается, на 9-й левел. Ага, замечательно. Все, у нас теперь открылась возможность искать гаджет и искать пассивку. Поэтому погнали. Я надеюсь, что... О, еще и пассив появился. Прекрасно. Я надеюсь, что мы сейчас найдем еще гаджет, пассивку для него. Это дело уже можно забирать в виде ящика теперь, потому что очки нам уже не нужны. Очки нам тут тоже не нужны. И поехали теперь по ящикам. Ну, я думаю, что гаджет мы довольно легко должны выбить. Если мы Эша так легко забрали, то гаджет, наверное, будет вообще на изи. Ну, хотя... Опять же, не буду загадывать. Ладно, все. Молчу, молчу, молчу. Не загадываю. Из мега ящика не дропнулся. Пассивка тоже не дропывается. Интересно, что будет первым? Гаджет или пассивка? У меня бывали случаи, когда сначала выпадала пассивка, а потом гаджет. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Кажется, что-то к нам летит. Вот, как раз этот случай. Сначала пассивка, а потом гаджет. То есть теперь у нас получается Эш с пассивкой, но без гаджета. Окей, ладно. Погнали тогда смотреть. О-опаньки, еще один. Ну все. Изи, просто изи. Изи, изи. Я, похоже, даже не дойду до текущего Бравл Пасса, потому что мне не нужен, Рилли. Давай сейчас поставим Эша. Так, Эшик у нас уже на месте. Пассивочка у нас есть. Гаджет у нас, собственно, есть. Все, нам больше вообще ничего не надо. Путь славы не открыт. Этот сезон вообще не тронут. В прошлом сезоне, получается, что мы тут все забрали, да? Кроме последних ящиков. Ну, да, выходит, что именно так. Да, да, да. Вроде бы мы все забрали. И у нас осталась только вот целая куча последних ящиков. Еще 86 ящиков. Ну, куда мне их девать? Ладно, давайте попробуем сейчас сгонять. Может быть, столкновение плюс в новый режимчик. Попробуем, посмотрим, как он работает на практике. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас будем всех разносить с пассивкой. На ноль кубков. Еще с гаджетом. Вообще, скажут, читак какой-то пришел. Сейчас, наверное, на меня будут смотреть. Врум. А, врум. Врум. Наверное, сейчас реально на меня будут смотреть и думать, господи, что за читер пришел тут к нам на нуле. Заговариваюсь. На нуле кубков. И фига, сейчас смотрите, Шелли просто с одного тыка. Просто с одного тыка. Давай, 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 закидывай меня. Не убежишь. Не убежишь. Я же тебя все равно найду. Кстати, сейчас, наверное, на нулевых кубках очень легко будет Эшем быстро апать себе кубки именно в столкновении плюс. Потому что здесь можно всех переубивать. Вот я уже одного убила. Хотя, кстати, почему одного? Похоже, Шелли не засчиталась. Одного уже убила. И как бы плюс один кубок на изи. Соответственно, сейчас еще место займу топовое себе. И вообще плюс 14. Вообще, наверное, с тем максимумом в столкновении плюс получается плюс 19, да, можно собрать. Потому что за первое место. И если всех прям убить. Ладно, ладно, хорошо. Давайте кинусь в ульту. Так и быть. Они же тебя загрызут. Роза убегает. Так, ладненько. Кажется, я взнула. Ну где ты? Выходи, давай. Давай, 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 давай. Я здесь. Я хочу тебя убить. Я здесь. О, привет. Э. Э. Ты что такой злой? Ну какой злой бычок, смотрите-ка. Так, ладно. Выздоровим немножко. Какой злой бычок. Хорошо, не будем его подпускать тогда. К себе. Ну, конечно. Давай. Давай. Какой злой бык, смотрите. Какой Энгри вообще. Как можно быть таким злым? Все равно догонят мои роботы. По-любому. Ты лучше всех. Отлично. Значит, плюс 10. И что еще дали? Еще плюс 3. То есть получается суммарно... Сколько у нас? Плюс 13, что ли? Да, у нас плюс 13. Супер. Еще, кстати, и квест сделаю на Эша. То есть вообще столкновение плюс на начальных бравлерах, которые вот только-только выбились. Здесь это, мне кажется, идеальное место, чтобы быстро апнуть кубки на персонажа. То есть уже плюс 13 с одной катки. Я думаю, сейчас будет то же самое. Главное только не сдохнуть. От железа в начале. Иди сюда. Иди сюда. Давай. Молодец. Молодец. Плюс 1. Супер. О, смотрите, какие ящики хорошие. Сейчас мы их заберем. Хорошо, что он так сплэшом бьет. Можно ящики быстро фигачить. И давайте в центр залезем. Там наверняка кто-то сидит. Опа, а это что такое? А, там Карл. Ну ладно. Хорошо. К Карлу мы пока лезть не будем. Ну что, кто? Кто? Выходи. Давай. Так, я кого-то видела. Опа. Эль Прима. Привет. Привет. Давай. 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 Ну что ты не хочешь? Ну иди сюда. Куда ты побежал? Ты что, не хочешь со мной? Посмотрите, они все от меня убегают. Ну как это называется? А ты что мне скажешь? Отлично. Ты уже ничего не скажешь. Ты уже откинулся. И ты откинулся. Ой-ой-ой. Как это было неприятно. Прям очень неприятно. Плюс 4 уже есть. Значит, смотрите, если я сейчас занимаю первое место, это 10 плюс 4, 14. Нет, 15 даже. Потому что я убиваю еще Карла. Плюс 15 кубков. Получается с одной катки. Вообще на изи. Уже 28 у нас. Окей. Ладно, давайте попробуем еще третьего сыграть. Посмотрим, что тут получится. Ну, пока что, что могу сказать? Что Эш достаточно такой интересный персонаж. Но самое главное, за него не ошибаться. Потому что, если за него ошибаешься, то тебя могут легко убить. Наверное, в принципе, это такой очевидный совет. Который, наверное, для всех бравлеров подходит. Но для Эши, мне кажется, он подходит в большей степени. Гаджет у него достаточно хорош. Потому что, если что-то пошло не так, то можно всегда им воспользоваться. И твоя жизнь будет меньше опасности. Динамайк не знает, как ко мне поступиться. Супер. Вот насчет ульты. Не знаю, как и на снегпиках, так и сейчас. Мне кажется, ульта такая средненькая. Можно как-то было бы, наверное, немножко по-другому сделать. Потому что, вот, не знаю, смотрю на этого Эша и все время у меня вспоминается мистер Пи. С его ультой, с его этими роботами-носильщиками. Прям вот очень вспоминается. Но, с другой стороны, если вот вовремя не убежать от этих роботов, то они наносят прям очень такой жесткий урон. Прям очень неприятный. Все, изи. Плюс 6 в этот раз. Это получается плюс 16, да, у меня за одну катку. Плюс 16 кубков. Итого, смотрите, я сыграла 3 катки. У меня плюс 44. Плюс 44 кубка за 3 катки. Ну, вообще, столкновение плюс реально идеальнейшее место для того, чтобы поднимать новых бравлеров. Напишите в комментариях, как вам Эш, если вы вдруг его уже выбили. Если не выбили, то вообще, как вот ожидаете этого бойца или он вам совсем не понравился. Но название, конечно, у него забавное. Я уже уверена, как многие его называют. Бравл Стас, но не будем об этом говорить. Если это видео вам зашло, понравилось. И если вы тоже хотите так быстро выбить Эша из ящиков, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поджать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну, а я желаю вам удачи. И тогда до скорого. Пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok